4 серия Духа вышла. И она нехило отличается от всех предыдущих. Своим тоном, режиссурой и происходящим в ней. И поэтому... Скибидибаб! Дамы и гапотоспода, с вами я, ваш Муда. И как по мне, получилось она очень даже годной. Сама серия начинается с небольшого пролога с Димой. Ничего такого супер особенного в нем нет. Он просто ходит в магаз, общается с мамой и приходит домой. Но атмосфера, фаны, анимация и даже 3D здесь выглядит очень хорошо. Еще могу отметить насколько красивый стал композ. Я очень обожаю все вот эти вот миленькие эффектики, пылючка, грязючка, там вот это вот все. И сейчас в Духе это сделано на порядок лучше, чем раньше. Типа банально, вот эта вот машиночка, которая сейчас проехала. Я сначала подумал, что это ПНГшка, которая просто двигается. И только потом, когда я начал рассматривать покадрово, я заметил то, что это 3D. Но выглядит оно просто офигенно. Также они еще и обновили заставку. Раньше, честно говоря, мне она не особо-то нравилась, потому что, ну, она выглядела как-то картонно. Плюс меня вымораживало немного движение камеры. Когда оно подлетало к лестничной клетке, она резко ускорялась без какого-то там сглаживания или чего-то подобного. Сейчас же, во-первых, этой проблемы вообще нет. А во-вторых, проработка самой вот этой всей локации, где пролетает камера и сам графон стал гораздо лучше. Делать это было, конечно, не обязательно. Та заставка тоже, в принципе, никого особо-то не раздражала и была нормальной. Но за то, что они ее обновили, прям мое почтение. Дальше начинает раскрываться вся тема данной серии. Это именно работа. Всю проблематику нам более-менее раскрывают в диалоге Димы и Олежи. И заодно вкидывают еще и конспект. Наконец-то. С первой серии его, блядь, не было. Вот как тогда он триллион лет назад появился, вкинули нам то, что вот надо выполнять задания, квесты. И вот с тех пор, вот прошло две серии, про него как-то вообще не вспоминали. Ну, единственное, как про него вспоминали, это то, что к нему привязан Олежий. И все. И тут в сюжет вступает гораздо более значительная цель данной серии. Выполнить цель найти себя. И дальше по серии у нас развиваются вот обе вот эти вот темы. Через красивенькую нарезочку нам показывают, как Дима пробует себя в самых разных профессиях. Да вот этой профессии благо не дошло. И вот вся вот эта вот веселая нарезка Димы демонстрирует хардкорную жизнь студента. Когда тебе нужно совмещать каким-то образом работу и учебу, для того, чтобы банально купить себе доширак. Но вообще, ребята, я открою вам величайшую тайну на планете. За эти деньги можно купить целый килограмм картошки, а из нее можно приготовить все, что угодно. Но тут, скорее всего, логично вступает факт, что погоняло шашлык Диме дали далеко не за кулинарные способности. Так что бить пакеты вполне себе оправданно, ибо на кухне, наверное, он полный огузок. Но вообще, недалеко отходя от Димы, не перестаю удивляться тому, как он плохо представал в первых двух сериях и насколько же шикарен он в третьей и четвертой. Он буквально расцветает. Он становится каким-то, ну, человечным, понятным. Ему хочется кушать, хорошо себя чувствовать и быть счастливым. И еще ему иногда хочется спать. И как раз таки уснув на паре по философии, Олежа заслушивается, о чем говорит препод. И Лысик вкидывает вполне себе годную тему, которая подкидывает идею Олежи о том, что стоило бы посетить так-то свою могилу. И там вот как раз таки нам начинают накидывать больше и больше интересной инфы. Через описание своих родственников Олежей, а также через небольшой флешбек, в котором мы узнали то, что батя Олежа оказывается рыба из лунтика. Забавный факт, но актер вообще крутой. А вот батя Олежа паскуда. Тут совсем глупым надо быть, чтобы не увидеть параллель, где он говорит в прошлом то, что чё я своему отцу, батьке то блин, поставлю крест обосранный. И потом мы возвращаемся в настоящее время и увидим чё у Олежи. Обосранный крест. А еще мне интересно кто вот это. Выглядит круто. Я бы с ним подружился. Ребятушки немного обследуют могилку Олежи, после чего выполняют задание с курением. После чего приезжает гвоздь программы. Антон. Знаете, Антон, он как конспект. Он появился в первой серии, упоминался или косвенно существовал где-то там на протяжении двух серий и вернулся только сейчас. Лично мне, Славе и Чату, очень даже зашло его появление в четвертой серии, когда мы ее смотрели на стриме. Судя по всему, Антон начинает активнее вводить сюжет. С самого начала серии мы могли заметить большое количество плакатов с дипломатором, то есть с Антоном. И это не может не радовать, потому что Антон это мой любимый персонаж. Также нам показывают очень волнительную сцену с Олежей и Антоном, которая раскрывает их крепкую мужскую дружбу и сильную духовную связь. Видно, что Лина так и хочет подвести, просто подводит нам, тыкает в лицо, но Дима! Уже не в первый раз нам хотят раскрыть отношения Антона и Олежи, но постоянно обламывают сцены с ними. Лина, за что? Скибидибульк, это внезапный муда. И если ты не знаешь, что написать в комменты, то просто пиши. Муда! Дима упал в выгребную яму на моем заднем дворе. Кремируй его быстрее! Но больше всего я рекомендую всем вам подписаться на наш телеграм. Я сейчас активно работаю над комиксом по дайверсому и очень советую вам всем на это посмотреть. С Антоном, конечно, опять печальненько получилось, но зато свежепохороненный Дима очень неплохо раскрывается в могиле. Среди кучи матов и ярости он вкидывает вполне себе такие интересные слова. Именно в этот момент он приоткрывает свою душу, как персонаж для нас, для зрителей. И мы понимаем, о чем он действительно больше всего переживает. Его очень большие проблемы с самооценкой, на которые достаточно сильно влияет Антон. Так еще и вдобавок, в предыдущей сцене, до того как появился Антон, нам еще и вкинули достаточно интересную инфу про отца Димы. О том, что его нет. Причем, знаете, это достаточно важный факт про персонажа, поскольку о нем достаточно много говорит. И я рад, что его показали нам так вот лаконично и в тему. Ну и в конце буйного полуживого Дима утешает Олежа тем фактом, то что они все-таки смогли выполнить какое-то задание. И поскольку и так было понятно то, что задание с курением было выполнено, то могу предположить то, что он как раз таки показывал то, что задание найти себя было завершено. На этом кончается серия и мне не хватило. По факту она длится ну примерно столько же, сколько и все предыдущие. Но не знаю, то ли она настолько интересная, что пролетает настолько быстро и ты даже этого не замечаешь. То ли как-то событий было меньше. Но прям капец не хватает. Хочется больше. Столько эмоциональных моментов, столько интересных фактов мы узнали за эту серию, что ну хочется узнать, что было дальше, бля. Ну и мне еще не дает покоя один вопрос. Третья серия закончилась на очень крутом моменте, где мама Олежи заходит к нему в комнату. Я до сих пор считаю то, что это просто шикарный момент в третьей серии. По чувствам бьет просто отлично. И вот я не пойму, это было так специально обрезано, чтобы мы додумывали, что там вообще произошло, как она там ходила, что она говорила, что думала и как на это реагировал Олежа? Или почему в этой серии нету продолжения того? Мне бы очень хотелось посмотреть, как это все вообще происходило. Ну, печаль, беда, маму не завезли. Ну и после того, как мы разобрали весь сюжет, который нам преподнесли в четвертой серии, можно поговорить и про детали. Про такие детали, как например актеры озвучки, которые тут прямо-таки выжимают из себя все соки. Вся серия очень сильно отличается от других. Здесь гораздо меньше юмора, гораздо больше меланхоличных моментов. Именно то, что меланхолия спокойно, размеренно демонстрирует все, что происходит. Никаких резких каких-то перебивок, сюжет не стремится куда-то там туда. Лина взяла, остановилась и спокойно донесла до нас все мысли, которые должны были быть здесь. И актеры как раз таки это и прочувствовали. В своих репликах они не торопятся, они не пытаются как-то сильно искривлять свой голос. Они говорят, как живые люди. И это мне чертовски нравится. Больше всех отличился, как мне кажется, актер озвучки Димы. На нем висело гораздо больше эмоциональных моментов, по типу разговора с матерью, реакция на Антона и падение в могилу. Со всем актер справился просто замечательно. Дима не кажется персонажем из мульта, он звучит как живой человек. И насколько хороши актеры, настолько же хороший графон. Я в начале уже сказал то, что поднялось качество фонов, поднялось качество композинга, но не грех и повторить это. Если оглядываться на прошлые серии, в которых максимум композа это была пыль, небольшой цветокор и фаска, то сейчас и свечение, и градиентики, и дождичек, и размытие, и все-все-все, что ты хочешь. Лишь бы картинка была просто муах. Я очень ценю, когда хороший композ. Я сам над ним очень сильно стараюсь в своем дайверсе. Постоянно ищу какие-нибудь крутые туториалы по After Effects, как-то, что сделать красиво, чтобы было. И если посмотреть, в общем-то, на все веб-мульты, то очень мало кто реально запаривается над композом. Многие думают то, что если ты все сделал анимацию нормально, то и обрабатывать ее никак не надо. Да, как бы это вообще не обязательно, и можно выпустить мультик без всего этого. Но если постараться, приложить усилия, так сказать, то оно всегда будет того стоить. Как минимум, потому что оно банально выглядит очень дорого и круто. Я, кстати, над этой серией, на жаль, не успел поработать. По разным причинам, у меня просто не было времени на то, чтобы этим заниматься. Да и из нашей команды ребята тоже не особо-то много сделали. Он наш Лексий. Всего один раз лопату проанимировал. И Джуз один лояут сделал. Ну зато как. Прелесть. Но вообще, хотел задаться такой интересной мыслью. А является ли вообще дух теперь веб-мультом? Если кто-то из вас не знал, то Феникс подписали контракт с стриминговым сервисом ОКО. Теперь дух есть там. И они даже некоторые моменты из предыдущих серий перерисовали для этого. Ну и, кстати, духом там не особо ограничились. Потому что туда еще делается целый сезон Шушарика. Да, моя любимая собака. И они выходят по факту на стриминговом сервисе. И я сейчас думаю, какое по факту теперь отличие между мультами Феникса и какими-то другими мультами, которые выходят на стриминговые площадки. Можно ли вообще теперь считать мульты Феникса за веб-анимацию? Можете написать про это в комментах, как вы считаете. Лично я считаю то, что Фениксы уже вполне себе доросли до того, чтобы их можно было считать хорошей такой крутой студией. Которая вполне себе может делать качество на уровне других больших студий. И оглядываясь назад, видя с чего они начали, именно с первой серии духов, и смотря на то, что есть сейчас, то насколько они стали лучше, круче, эпичнее. Ничего, кроме гордости и радости, в голову не приходит. Дух просто отличный мульт. Лина и Федя реально молодцы. Да и вся команда, все те, кто рисовали эти серии, реально умнички-солнышки. Насколько я правильно помню, в сезоне должно быть 5 серий. И следственно, у нас осталась только одна. Я, честно говоря, не представляю, на чем она должна закончиться, но очень этого жду. Ну, а вы можете подождать со мной. Если вам понравился этот видос, то рекомендую вам подписаться на все наши соцсети и заценить, какие же прекрасные фан-арты нам рисуют. Люблю всех вас. Подписывайтесь на наш канал, Бусти, группу ВК, Телеграм и сервер в Дискорде. Ну а на этом все. Люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok